На Кубани действует государственная программа социально-экономического и инновационного развития Краснодарского края. Об этом не только, мы сегодня говорим с начальником отдела развития инноваций, департамента развития инвестиций и малого-среднего предпринимательства в Краснодарском крае Ливоном Хараджаном. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с государственной программы. Какие цели и задачи заложены в плане развития инвестиций, что делается сейчас и что планируется на будущее? Ну, в целом, все, что мы делаем, мы делаем в рамках этой государственной программы. В рамках государственной программы было создано семь центров молодежно-инновационного творчества, был создан региональный инжиниринговый центр. В этом году в рамках этой же программы мы создаем центр прототипирования и инновационный центр. Если говорить о центре прототипирования, то он будет оказывать услуги субъектам МСП по созданию прототипов, макетов и опытных образцов изделий с использованием самых современных инновационных технологий аддитивных. А если мы говорим про инновационный центр, то он вообще станет единой точкой поддержки технологического предпринимательства всего Краснодарского края. Он в одном месте объединит актуальные услуги и сервисы не только региональной инфраструктуры поддержки инноваций, но и федеральных институтов развития инноваций. Что касается планов, то здесь в первую очередь надо сказать о том, что мы рассматриваем большой перечень мер поддержки, которые планируется реализовывать в ближайшие 2-3 года. Эти меры будут касаться не только популяризации технологического предпринимательства, обучения и акселерации субъектов инновационной деятельности, но и имущественной и финансовой поддержки. Каков потенциал Краснодарского края в плане инвестиций? Потенциал достаточно большой. Ключевым показателем, характеризующим уровень развития инноваций в регионе является уровень инновационной активности организаций. Так вот, если мы возьмем статистику за 2017 год, за 2018 год статистика будет в конце 2019, то мы увидим, что в среднем по России доля организаций, осуществляющих технологические инновации, составляет 7,5%. В то время как по Краснодарскому краю этот показатель составляет 10,7%. Кроме того, вот та инфраструктура поддержки инноваций, о которой я говорил, это Центр молодежно-инновационного творчества, инжиниринговый центр, Центр прототипирования инновационный центр, создают хорошую базу для дальнейшего развития инноваций в регионе. Мы очень много говорим о мерах поддержки и забываем немножко о инжиниринговом центре. Давайте поподробнее о нем поговорим, расскажите, какие конкретно услуги он оказывает, на каких именно предпринимателей он рассчитывает. Инжиниринговый центр оказывает услуги производственным субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края по повышению уровня их технологической готовности. Наиболее популярными услугами являются, например, программы модернизации, сертификация товаров, работы и услуг, ну и прочие вещи, связанные именно с производственным процессом. Прочие услуги связаны с производственным процессом. Но это речь идет о тех предпринимателях, у которых уже сложившийся бизнес, правильно? Да, в первую очередь, да. Что касается других центров, тоже поподробнее расскажите, тем более, что это новшество. Да, ну, наверное, самое последнее и самое интересное и большое центр – это инновационный центр. Центр будет работать в четырех основных направлениях. Первое – это консультационные услуги по инновационной деятельности и по программам поддержки инноваций, как региональным, так и федеральным. Второе направление – это когда мы берем стартап и помогаем ему получить финансирование по федеральным программам за счет того, что мы помогаем заполнить заявку, подать документы по этим программам. Третье направление – это образовательные, обучающие, вернее, мероприятия в области инновационной деятельности. Они будут практикоориентированы. И четвертое, самое большое направление – это акселерационная программа. Акселерационная программа – это некий комплекс мер по ускоренному развитию стартапов, которые предполагают, что мы им предоставим бесплатное место в каворкинг-центре, предоставим трекера опытного и предоставим бесплатную образовательную программу. И все остальное – это тоже бесплатно для предпринимателей? Все услуги в инновационном центре оказываются бесплатно. Давайте поговорим о СМИТах. Сколько их сейчас в Краснодарском крае? По какому принципу работают? Центры молодежно-инновационного творчества в регионе 7. Они созданы при поддержке Департамента инвестиций. Три из них расположены в городе Краснодаре и по одному в городе Сочи, Курганинске, Новокубанске и Горячем Ключе. Цель центров молодежно-инновационного творчества – это для молодежи предоставление знаний и навыков в области инженерной деятельности, а для субъектов МСП – это помощь в производстве каких-то образцов, опытных образцов, прототипов, изделий на современном оборудовании в области аддитивных технологий. В принципе, центры имеют самую разную специализацию. Это и авиа-автомоделирование, это аэрокосмические технологии, технологии умного дома и умного города, робототехника, конечно же. Если говорим об успехах в работе центров, то в принципе они все достаточно успешны просто потому, что помимо того, что они работают с молодежью, они выполняют заказ реального сектора экономики. То есть от производственных предприятий часто они получают кейсы по решению производственных задач, по созданию прототипов, проектированию, производстве мелкосерийных опытных образцов. С какого возраста туда ребята могут попасть? Ну, там нет никакого возрастного ценза, но обычно это возраст 6-7 лет, когда дети уже начинают погружаться в какие-то технические аспекты. В основном мальчики, наверное? И мальчики, и девочки на самом деле. Ну, мальчика больше, конечно. К чему больше тяготеют? Да, в принципе, все достаточно по-разному. Знаете, у нас и авиа-автомоделирование оказывается очень популярным направлением, особенно связанное с беспилотной авиацией, дроной. Очень популярное направление робототехника, коллеги из Курганского. Вообще спутник делают, сателлит небольшой для Роскосмоса. Это что-то вроде кружков, как было в Советском Союзе, да? Только более усовершенствованное. Да, да, да. И более того, кстати, у нас представители технического творчества Краснодарского края, в том числе ЦМИТ, они объединились в Ассоциацию технического творчества Краснодарского края для того, чтобы совместными усилиями развивать техническое творчество и технологическое предпринимательство. То есть это вот некое объединение уже, это не отдельные структуры. Но вы говорите, что у ребят, в принципе, могут уже заказывать какие-то разработки, да? Какие-то примеры есть такие яркие? Программы действуют с 2016 года, поэтому тех разработок, которые уже прям внедрены в крупных производственных предприятиях, их нет. Но есть очень много маленьких улучшений для различных предприятий, которые сделали ЦМИТ, и я думаю, через года 2-3 мы увидим реальные результаты, то, что получится со спутником, особенно из Курганинского, коллеги наши делают. Но это заказы пока идут внутри Краснодарского края, да? Или на федеральный уровень тоже? Нет, на самом деле есть партнеры у наших ЦМИТ за пределами края, достаточно много, в том числе и в Москве. Насколько я знаю, выпускников ЦМИТов потом прям с руками и ногами забирают федеральные вузы технические и чуть ли не без вступительных экзаменов. Действительно так? Да, действительно. Наши выпускники без проблем поступают. Ведущие технические, в первую очередь, вузы страны, это и Бамонский, и Станкин, и в других регионах Томский политехнический университет. В цифрах есть данные, сколько детей прошли уже у нас через ЦМИТы? Через ЦМИТы нет, нет точных данных, не скажу. Там их огромное количество, на самом деле. Каждый ЦМИТ, он, каждый ЦМИТ в год своего открытия должен обеспечить прохождение обучения 500 детей. 500 детей. Каждый ЦМИТ, у нас их 7, и соответственно существуют они не первый год. Это бесплатно? Это бесплатно. Смотрите как, есть образовательные программы, часть бесплатная, но и ЦМИТы также оказывают платные образовательные услуги, как кружки технические. Как туда попасть? На сайте МБ Кубань, на официальном сайте Малого Сеню предпринимательского Краснодарского края, есть инфраструктура поддержки, раздел, и там обозначены адреса и контакты ЦМИТов. Ну то есть можно прийти и, собственно, гарантированно записаться, да? Да, можно просто позвонить и записаться. Нет, нет абсолютно. Если преподаватели видят, что ребенок по возрасту уже подходит и способен в этом направлении работать, то, конечно, никаких ограничений нет. Что-то вроде вступительных экзаменов есть? Ну, не знаю, там, тестируют, что может ребенок, куда его направить, как он кружок? Здесь каждый ЦМИТ делает по-своему, но в целом нет. ЦМИТы радуют только потому, что мы не можем на начальном уровне сказать, куда ребенок, насколько он вырастет за этот период, пока он в ЦМИТе работает. Каким вы видите будущее ЦМИТов в дальнейшем? Я думаю, что это первый этап технологической инфраструктуры развитой, которая позволит нам вырастить специалистов новой формации. То есть это начальный этап, который нам нужен для того, чтобы выращивать новых специалистов технически, технологически грамотных, знакомых с новыми технологиями и способных с ними работать. Если говорить в целом об инновациях, инновационном развитии, в каких областях у нас сейчас это развивается, применяется в целом по краю? На самом деле, конечно, потребность в новых решениях есть абсолютно во всех сферах экономики. Для экономики региона это, в первую очередь, агропромышленный комплекс, потому что ведущим комплексом являются регионы. Это промышленность, это сельское хозяйство, строительство, логистика, ЖКХ. Ну и сектор услуг, конечно, активно внедряют информационные технологии. Есть такое понятие, как корпоративные инновации. Что это? Расскажите. Корпоративные инновации – это инновации, которые организации, как правило, крупные отшляют внутри самих себя. Корпоративные инновации являются результатом того, что конкурентное давление со стороны глобальных игроков и со стороны быстро растущих стартапов становится все сильнее. И крупные игроки, крупный бизнес вынуждены озаботиться проблемами отшления инноваций. Есть две модели корпоративных инноваций – это закрытая модель и открытая модель. Закрытая модель предполагает, что корпоративные инновации выращиваются только внутри, без участия внешнего рынка. Но, как показывает мировой опыт, открытая модель, которая предусматривает, что корпорации на внешнем рынке тоже могут приобретать технологии, команды приглашать для развития инноваций в своей уже структуре, она более эффективна. И с этой точки зрения для малого и среднего бизнеса корпорации являются потенциальным потребителем результатов их инновационной деятельности. Именно поэтому для того, чтобы вот этот процесс взаимодействия корпораций и стартапов был эффективным, а это достаточно сложный процесс, они говорят на разных языках абсолютно, создаются корпоративные акселераторы. И учитывая то, что корпоративных акселераторов в последние годы становится все больше и больше, это тоже косвенно говорит о том, что корпоративные инновации, они динамично очень развиваются. Давайте все-таки вернемся еще к государственной программе, поговорим поподробнее. Какие меры поддержки, может быть, государственные существуют, оказываются предприятиям, предпринимателям? Что еще в планах? С точки зрения мер поддержки, мы постараемся формировать такой пул мер поддержки, который охватит все основные формы поддержки. Это и имущественная поддержка в виде каворкинга, это и поддержка финансов в виде фондов микрофинансирования, и гарантийная поддержка от гарантийной организации Краснодарского края, гарантийного фонда. Кроме этого, у нас есть поддержка со стороны федеральных институтов развития инноваций. Инновационный центр станет такой единой точкой доступа к этой поддержке. Когда организация придет, ей не придется ходить по разным площадкам, искать формы взаимодействия с ними. Федеральных институтов и основных несколько, это фонд содействия инновациям, фонд Сколково, российская венчурная компания, фонд развития интернет-инициатив. И со всеми с ними мы активно взаимодействуем, проводим совместные мероприятия, участвуем в их программах, потому что там есть возможность получить не помимо финансовой поддержки, есть возможность получить экспертную поддержку, которую в регионе. Но в регионах ее просто нет таких экспертов, таких специалистов. У нас здесь нельзя в будущем организовать Сколково? Есть такие задумки, есть такие идеи. Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать региональное представительство фонда Сколково в Краснодарском крае на базе как раз того же инновационного центра, о котором я говорил. Это пока идеи или уже какие-то, может быть, разработки есть? Уже действия в этом направлении принимаются, я думаю, в течение ближайших двух лет мы увидим результат. Какие мероприятия проводятся в Краснодарском крае, посвященные инновационному развитию? Есть такие? Да, конечно, есть. В целом, направление организации проведения мероприятий, как самостоятельных, так и в партнерстве с Федеральными институтами развития и инновации, это одно из важнейших направлений нашей деятельности. Примерами таких предприятий являются и ГИК-пикник, и конкурсы по программам фонда содействия инновациям, и стартап-тур фонда Сколково, и КРД Стартап Дэй, который пройдет 8 декабря совсем скоро, фонда развития интернет-инициатив, и федеральная программа IT-старт, ну и, конечно же, дело за малым, форум в деловой программе, в котором традиционно очень много блоков, связанных с инновациями. Ну вот, кстати, в этом году форум «Дело за малым» просто был каким-то потрясающим масштабным действием. Отмечают все, что он прям… Спасибо, мы старались. Давайте тогда расскажем немножечко об этом форуме, потому что он каждый год все-таки модернизируется, набирает большее количество участников, и вопросы обсуждаемые там тоже расширяются. Ну, а на самом деле форум модернизируется не только нашими силами, но очень активно взаимодействуем с предпринимателем, пытаемся понять ту повестку, которая их, в первую очередь, волнует, и на основе этих запросов уже формируем деловую программу, уже приглашаем спикеров, то есть мы просто стараемся сделать востребованный продукт, форум как продукт в этом плане. Это же вот на этом форуме как раз у нас была связь сила на Москве. Да, абсолютно. Как вообще, кому это в голову пришло, эта идея, как ее осуществили? К коллегам-предпринимателям пришла в голову эта идея, думали о том, кого можно из знаковых личностей пригласить, и Илон Маск предприниматель, технологический предприниматель, соответственно, выпал выбор на него, и вот так вот реализовали креативно эту идею, связанную с билбордом, с видео, пригласительной песней. Но приехать он не мог, да? Приехать физически, он на самом деле крайне редко выезжает куда-то, ввиду того, что он очень сильно занят. Если верить его интервью, он работает по 100 часов в неделю, поэтому это тяжеловато, наверное, куда-то ездить, особенно достаточно далеко в Россию, а из США. Но мы надеемся, что, может быть, в следующем году у нас получится. В следующем году его вживую уже пригласите? Постараемся. Если не он, то какие еще, может быть, у вас там сюрпризы заготовлены? Уже идей много, но я их раскрывать не буду. Ясно, все понятно. Расскажите, пожалуйста, подробнее о тех мероприятиях, которые проводятся в крае, посвященные инновационному развитию. Ну, наверное, начну с первого, о котором я говорил, Гикпикник. На Гикпикник была представлена экспозиция Ассоциации технического творства Краснодарского края, о которой я говорил. Это в области, опять же, аэрокосмических технологий и роботостроения, а также авиамоделирования. Само мероприятие прошло очень успешно, и интерес к экспозиции, к техническому творчеству виден, потому что были очереди к коллегам, которые показывали, демонстрировали свои разработки. Это было очень приятно видеть и со стороны молодежи, и со стороны достаточно взрослых людей, которые тоже, кстати, являются потребителями услуг в центрах молодежи и инновационного творчества, входящих в ассоциацию. Кстати, Ассоциация технического творчества планирует в ближайшие полугода провести большой фестиваль по техническому творчеству. Это мероприятие, опять же, при нашей поддержке, это мероприятие дополнит тот перечень мероприятий, которые мы проводим. Будем стараться делать его ежегодно, и, возможно, как-то его совместить с форумом «Дело за малым» в 2020 году. А кто сможет в нем принимать участие в фестивале? На самом деле фестиваль будет предполагать конкурсную основу по нескольким направлениям. Это авиаавтомоделирование, это 3D-технологии и робототехника. Собственно, заявки могут подать участники в соответствии с регламентом. Эти положения сейчас мы уточняем с точки зрения возраста, но в целом у нас не будет ограничений, у нас будет для всех категорий. Для всех, не только предпринимателей, да? Нет, абсолютно. Это в первую очередь направлено больше, знаете, даже на детей и на молодежь, для того, чтобы их вызвать интерес на конкурсной основе, попробовать свои силы в моделировании, в автомоделировании, в разработке какого-то программного обеспечения, в создании робота, который выполнит ту или иную задачу. Причем все эти задачи будут связаны с производственными какими-то объектами, с производственными задачами. То есть мы запрашиваем сейчас у коллег из различных предприятий, органов исполнительной власти информацию о том, какие же проблемы перед ними стоят, как мы можем помочь им решить эти проблемы. А целью, точнее результатом фестиваля что станет? Результатом фестиваля станет те, скажем так, первое, это популяризация, конечно, технического творчества, то, что освещение этого фестиваля в средствах массовой информации, в интернете позволит увидеть, что у нас это направление активно развивается и к нему можно присоединиться. Мы постараемся выявить талантливых ребят, которые в тех или иных направлениях сильны и оказать им поддержку в плане приглашения в те же центры молодежи на инновационном творчестве, приглашения на другие мероприятия, которые проводятся не только нами, но и федеральными институтами развития инноваций. Про фестивали все понятно, еще мероприятия озвучило? Опять же, если говорим про IT-старт, то это федеральная программа, федеральное программное развитие IT-предпринимательства, она предполагает трехдневное интенсивное обучение и конкурсы, когда молодые предприниматели и разработчики, объединяясь с командой, создают некий продукт, получают фидбэк от экспертов и по итогам презентации получают места, либо побеждают в этом конкурсе, либо проигрывают, хотя проигравших в этом конкурсе не бывает, просто потому что это всегда опыт, опыт, который они получают от ведущих экспертов страны, и он, конечно, очень ценен для дальнейшего развития их проекта. Уже два года подряд эта программа проходила у нас, мы надеемся, что и дальше будем с коллегами активно взаимодействовать в этом направлении, потому что IT-технологии, это, конечно, столб, на котором происходит развитие дальнейших инновационных технологий в целом во всех остальных направлениях. Стартап-тур. Стартап-тур. Есть идея о проведении стартап-тура в 2020 году в Краснодаре. Мы уже проводили это мероприятие неоднократно, организует его фонд «Сколково». Мы являемся партнерами. Был в 2014, в 2016, в 2018 годах, то есть через каждые два года мы проводим форум, не хотим нарушать эту традицию, постараемся в 2020 году его тоже провести. Формат стартап-туры предполагает формат роад-шоу, то есть когда мы собираем с Южного федерального округа молодых разработчиков, каких-то инновационных решений и идей, обучаем их, и опять так же проводим на конкурсной основе отбор этих проектов, которые потом приглашаются в фонд «Сколково» для участия в финальных питчах, в финальной презентации своих проектов, для получения и денежного приза, хотя денежный приз есть и на региональном уровне в размере 300 тысяч рублей, по крайней мере, по опыту 2018 года, и получения других преференций, которые предоставляет фонд «Сколково». Бюджет выделяет какие-то средства на развитие инноваций? Конечно, то, что есть в государственной программе, все это за счет средств федерального и регионального бюджета на условиях софинансирования, конечно. На что расходуются средства? Опять же, на предоставление субсидий по созданию центров молодежи и инновационного творчества, на создание регионального инжинирингового центра, на приобретение оборудования для центра прототипирования, приобретение, помимо высокотехнологичного оборудования, достаточно дорогостоящего, наем специалистов, которые могут работать с этим оборудом, это тоже достаточно большая задача, и приобретение программного обеспечения, обеспечения для работы с этим оборудованием. В рамках инновационного центра это на оказание услуг на аренду мест в каворкинг-центрах, для резидентов инновационного центра и для тех, кто будет участвовать в акселерационной программе. То есть это все обеспечивается за счет средств федерального и регионального бюджета. А поток большой у вас в новых центрах созданных? А поток большой достаточно. Уже есть, скажем так, превышение спроса над предложением. Мы уже думаем над тем, как расширить масштаб деятельности этих центров. То есть, в принципе, мы запускаем только те услуги, в которых уверены, в которых мы понимаем, что будут они востребованы у субъектов инновационной деятельности, у стартапов. Ну что ж, спасибо за беседу. Спасибо вам.